Добрый день, уважаемые зрители видеоканала Планета дзюдо. Мы продолжаем наши беседы в Рязани. Мы побеседовали с Михаилом Пуляевым. Здесь же тренируется с Михаилом уже много лет и является его другом. Как мы выяснили, уже 20 лет, может даже больше. Андрей Волков. Многие его знают. Кто не знает, мы не виноваты. И мы говорим о кодексе дзюдо. Так называется дзюдо, на самом деле этот кодекс вообще можно отнести к разным областям нашей жизни, да, Андрей? Да. И давай мы пойдем вот по этому порядку. У вас, тем более, тоже в зале вашим Рязанском родном, здесь это все висит, это все отражено, значит, это все как-то впиталось за долгие годы занятий, как-то вы все равно читаете это все, правильно? Вы задаете вопрос сами себе. Дружба. Самое чистое из всех человеческих чувств. На ваш взгляд, Андрей, как дружба, как это качество может развиться в человеке с помощью занятий дзюдо или самбо? Ну, прежде всего, ну, я вот уже много лет тренируюсь, больше 25 лет, и вот тех друзей, которые я встречал на ковре, на татане, мне кажется, это они на всю жизнь, потому что, когда ты проливаешь пот, кровь, когда ты тренируешься, ты познаешь человека со всех сторон, как с плохих, как с хороших, и просто чем больше вы вместе там тренируетесь, тем больше вы начинаете доверять друг другу, у вас больше начинается таких человеческих качеств проявляться, то есть как помочь, как еще что-то, потому что у нас, вот тут посмотрите, секция, то есть у нас ребят и девушек 84-86 года рождения, практически по олимпийскому виду спорта, 6 чемпионов России только, прям просто с одной группы вышло, еще около 4-х человек призеров России, это не просто так, потому что мы тренировались все в одном время, в одном зале, и каждый раз, допустим, когда кто-то первый начинал у кого-то получаться, то есть те, кто были за ними, смотрели, то есть тренировались, пахали еще больше, то есть это помогало всем нам достигать тех высот, на которые сейчас достигли, и, надеюсь, еще и будем достигать больше. То есть вот это качество дружбы, которое благодаря занятиям, благодаря вашей такой среде, оно помогает вам и по жизни, но скажите, вот все-таки, ну, наверное, вы ответили на этот вопрос, что друг, он, знаете, друг проявляется в сложных обстановках, да, то есть получается, выходя на татами, вы проверяли каждого, как бы, ученика, да, и таким образом, и вы понимали, друг он вам или нет, да, так можно сказать? Да, ну, у нас, причем не только понимали, то есть мы, у нас практически все, вот, ну, люди, кто прошел в нашу секцию, допустим, вот именно в этом зале, там, и потом в тот переходили, причем я, допустим, начинал не в этом зале, потом сюда перешел, потому что здесь был очень большой спарринг, и я понимал, что если ты хочешь расти и хочешь добиваться таких больших высот, прежде всего нужно тренироваться с лучшим, и тут создалась и тренировская атмосфера, и среди ребят у нас были очень, то есть такие отношения, которые сейчас многие завязали, но мы всегда поддерживаем, то есть мы вместе играемся на праздники, на всякий день рождения, там у кого-то сын, дочь родилась, ну, это очень реально, все люди, которые прошли в зал у нас на всю жизнь, то есть стали нашими друзьями. Второе такое качество, это уважение, и написано, без уважения нету доверия, вот такая формулировка. Уважение, насколько оно важно в дзюдо, в самбо, насколько оно важно в жизни, и вообще, как это можно развить с помощью занятий? Ну, уважение, вот именно, если касается спорта, проявляется в тем, что ты видишь, как человек, допустим, сколько потратил труда, сколько всего, допустим, он пота пролил, когда ты тренируешься, то есть если видишь, что человек, то есть выкладывается на 200%, и со временем, то есть ты понимаешь, что мы можем на татаме, на сынованиях в кость, в кровь биться, но когда выходишь за татами, ты понимаешь, сколько ты приложил труда, сколько твой соперник приложил труда, и в этом рождается, как раз, уважение ко всему тому труду, что ты делаешь, и делает само общество, то есть и потом потихонечку, то есть ты и в жизни смотришь на людей, потому что неважно, допустим, какой ты профессией человек занимается, может быть, не спортсмен, но если видишь, что он действительно достойный человек, то есть и спорт тебе помогает, то есть ассоциировать те вещи, которые ты получил в спорте, как ты это уважаешь, спортсменов, так же и обычных людей, то же самое. И поэтому дзюдо, там, самбо, дает прям возможность, чтобы понимать людей в лучшую сторону, потому что любой успех, любое, либо какое-то достижение, оно не бывает без труда, и мое всегда реально самое, ну, больше всего понимаю, уважение – это одно из таких очень хороших черт нашего человечества. Искренность, выражение чувств без фальши, вы вообще искренний человек? Я думаю, что да, потому что я заряжен всегда и на победу, и просто в жизни, я не могу, ну, любой человек, который чего-то достиг, по моему мнению, он должен быть заряжен на 100%. То есть если он не искренне относится к своему делу, либо к чему бы там ни было, зачем тогда вообще это начинать, правильно? То есть мы когда приходили с детишками, то есть мы все хотели стать лимпийским чемпионами. Да, у кого-то вышло, у кого-то не вышло, но пока ты едешь к этой цели, ты совершенствуешься. И если ты не будешь, прежде всего, искренне по отношению к себе, ну, мне кажется, ты мало чего достигнешь в этой жизни. Искренность, она… Каким методом в тренировочном процессе ее можно развить, эту искренность? Вот, вот, просто я понимаю, что это сложный, может быть, вопрос, разве так трудно? Нет, нет, абсолютно нет. Как, 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 каким, какой прием можно сделать, как это, каким прием можно сделать? Ну, смотрите, у нас, допустим, в детстве, допустим, бывает такое, что детишки там бегут к рост, допустим, да, там, в принципе, же никто не смотрит, там, как там круг есть, там определенный, там, кто-то срезает, да? А кто-то даже, может быть, не первый бежит, может быть, там где-то в конце, но он добежит то расстояние, которое он сказал. И вот именно в спорте проявляется эта качество, искренность по отношению к себе и к тому заданию, которое дает тебе тренинг. То есть, и потом потихонечку ты, то есть, начинаешь с чем ответственно и искренне относишься к своему делу, то есть, и потихонечку ты будешь и в жизни то же самое делать. Ты не будешь делать это на, там, 50%, правильно? То есть, ты будешь делать все задания, которые тебе дают или которые ты должен сделать, там, не зависит, кто тебе сказал, будешь делать на 100%. То есть, искренне относиться к своему делу, как к спорте, так и в жизни. Вот еще такое качество тоже, которое немаловажно и вот прописано в кодексе дзюдо, это честность, верность своему слову. Вот вы верны своим словам? Верность своему слову, это такое... Михаил, спасибо, до новых встреч. Честность, насколько она важна для вас? Ну, это практически... Вы честны сами к себе? Да. И вот это слово честность, оно мне помогало добиваться каких-то высот. Из-за чего? Потому что я... Кого-то можно обмануть, себя ты никогда не обманешь. То есть, если ты понимаешь, что, допустим, ну, Лан Раста проиграл, там, можно сказать, там, судьи, там, соперники, еще что-то, второй раз. Но все равно, ты должен... Вот в моем правиле жизни было, что я изначально исходил, неважно, какие были обстоятельства, что, прежде всего, нужно быть честным по отношению со мной. Мог бы я сделать больше, допустим, чтобы победить, либо добиться какого-то результата. Если же я понимал, что мог, допустим, у меня был осадок, я приходил в зал, начинал еще больше тренироваться. Если же нет, ну, значит, все равно пытался искать какие-то скрытые резервы, допустим. И вот именно честность – одно из главных качеств, мне кажется, любого русского мужика. Потому что, ну, если у нас жизнь такая большая, и зачем отказываться на какое-то вранье или это? Чтобы нужно просто, чтобы развиваться, нужно действительно быть честным человеком. Скромность. Говорить о себе без гордости. Как вы думаете, вообще, в спорт, да, ну, допустим, если мы берем спортивную составляющую дзюдо и самбо, потому что дзюдо и самбо может быть и не спортивная, да, составляющая, в другой, вообще, разве может человек быть скромным? Ну, да не может, а даже, уверен, что чем, вот, скромность, как она воспитывается. Ты всегда должен понимать, что есть люди, которые, сколько ты сегодня достиг, есть лучи, которые сильнее тебя и больше достигли. То есть, вот, я как проявлял, то есть, я, может быть, я что-то выиграл, допустим, мне кажется, допустим, особенно на детском уровне, что вот, это, как бы, какой-то, там, выиграл чемпионат России, думаешь, вот, венецкая карьера. Ну, там же есть чемпионат Европы, чемпионат мира, есть олимпийские игры, правильно? Вот, зачастую, даже, я смотрю, как многие такие очень, не то, что знаменитые, а великие наши борцы, как Карелин, то есть, они очень скромные люди. Карелин, Мурат Хасанов, который одиннадцатикратный чемпион мира по самбо. Ну, скромнее людей, то есть, которые не подают себя, что вот именно я такой спортсмен, допустим. А, прежде всего, они человечные и очень скромные, потому что они понимают, что, допустим, борьба – это всего лишь период нашей жизни. Они достигли очень много, они стали примером для нашего молодого поколения. Но они должны соответствовать этому уровню до конца. И вот эта скромность, что, прежде всего, к своим, даже к тем достижениям, которые у них есть, дает пример, так же, как и мне, и всем остальным, что нужно. Чем больше ты достиг, тем надо быть спокойнее, относиться к этому всему. Потому что это бывает, но жизнь, она намного больше, чем именно спорт. А вот как эту скромность можно с помощью занятий, если у человека, у ребенка или взрослого, кто пришел на самбо, на дзюдо, как можно развить с помощью занятий скромность? Как она может развиться в большей степени, если ее не было или если она была? Мне кажется, просто вот, не то что развиться, ты, это вот, дзюдо, очень много философии, так же, как вообще в любом виде единоборств. То есть чем ты сильнее становишься, тем меньше, вот лично мое мнение, и как бы я тоже смотрю на многих ребят, тем меньше хочется доказывать свою силу вне тотами, вне борцовского зала, допустим. Потому что бывает, ну, зачастую, когда детишки, правильно, там, допустим, ну, дерутся, там, еще что-то, там, где-то это. А потом, со временем, когда ты тренируешься, то есть ты, если ты выкладываешься полностью, там, две тренировки в день ты приходишь, чтобы уставшись, ягодить. Ну, и тебе не, даже, бывает, люди, там, то есть на улицах, там, разные, то есть они же не знают, если это провоцирует еще что-то, но тебе, по крайней мере, то есть, ну, очень не хочется доказывать свою какую-то правоту перед тем, которые, ну, не подготовлены так, как ты, допустим, может быть, он там что-то тебе наговорил, но ты понимаешь, что, допустим, тебе с ним нечего делить, потому что, ну, ты сильнее, допустим, ты всю жизнь тренировался какой-нибудь, там, на улице человек, который, там, особенно, под действием каких-то алкогольных веществ, что-то говорит, мне кажется. И вот здесь вот проявляется именно скромность, правильно, того, что, если ты же чего-то достиг, то не надо показывать это никому абсолютно, потому что те, кто, те, кто нравится этот спорт, они так тебя знают, правильно, никто не нравится, допустим, ну, ничего страшного пускай в своей дороге. Самоконтроль, умение сдерживать гнев. Вы вообще в своей спортивной практике, вот, можете это контролировать? Вообще гнев, насколько он опасен для, как соревновательной деятельности, как и для обычной. Вообще самоконтроль, человек вот должен контролировать себя или он не должен? Вот вы выиграли поединок, надо орать на тотальный? Надо орать. Там вот. Или гнев, опять, это не то, или это радость, чувство радости ты можешь не сделать. Я бы разграничил, допустим, когда бывает, то есть, многие европейцы, то есть, они более проявляют свои эмоции, но зачастую их эмоции, то есть, нам кажется, по-дному, а у них по-другому. И вот именно как-то, если применительно к нашей стране, допустим, бывало не то, что я прям орал где-то, еще что-то, были какие-то вещи, когда действительно через какие-то тяжелые моменты, когда проходишь, бывает, даешь волю эмоциями. Но зачастую, чтобы добиться именно спорте, то есть, когда сладко еще не закончено, то есть, нужно держать очень такого самоконтроля, чтобы ничто на тебя не повлияло. Потому что, то есть, ведь не секрет, что часто бывают такие сладкие, проигрываешь непонятные, когда просто где-то поддался эмоциям, переполнился гневом. То есть, я не исключение. То есть, были вещи, которые, то есть, я даже не понимал, как я их проиграл, просто поддался реальной эмоции. Каким образом вы, допустим, сейчас развиваете все это? Вы же продолжаете тренировочную, соревновательную деятельность. Каким образом вы вот этот самоконтроль в себе развиваете? Какой метод есть у вас лично? У меня лично, то есть, после любых соревнований, там, если произошло какое-то досадное поражение, либо просто там, то есть, на грани поражения, то есть, иногда разбираешь там схватку, что ты сделал неправильно, как, могло быть по-другому. То есть, именно вот этот самоконтроль, то есть, ты должен, даже если ты учишься на своих ошибках, правильно, ты должен их исправлять. То есть, в следующий раз, то есть, ты выходишь, то есть, и в таких же моментах не нужно поддаваться эмоциям, но и нужно идти этим. То есть, я учусь, научился, то есть, я уже 25 лет занимаюсь спортом на своих ошибках, то есть, и потом со временем, то есть, путем развития самоконтроля, то есть, пытаюсь как можно меньше сделать в виске минимум те эмоции и гнев, которые у меня присутствуют. Храбрость. Смелость делать то, что считаешь правильно. Храбрость, видите, как, не в том смысле, что ты там, как бы, бежишь, сломя голову куда-то там, а смелость делать то, что считаешь правильно. Вот смотрите, идет поединок, вам тренер говорит одно, а вы понимаете, что надо делать другое. Да, вот с точки зрения этого, то есть, если вы считаете это правильным, вы, значит, храбрый. Было так такое? Да, конечно, было, мне кажется, у любого. Просто тренер может видеть со стороны, допустим, но он не знает именно, он 70% может увидеть, но он не знает, что у тебя внутри. То есть, бывает иногда такие поединки, которые были, то есть, тренер действительно говорит одно, а ты делаешь все по-другому, но ты просто изнутри чувствуешь, что ты человек, а либо там скоро дожмешь, допустим, даже борясь не свойственной себе борьбой, либо еще что-то. Ну, и вот бывало, да, она может быть безрассудной, она бывает, но все-таки, когда ты идешь, то есть, я считаю так, что если, от обычной, когда сваткой либо проиграешь, либо еще что-то, я лучше пойду ва-банк, и даже, может быть, проиграю сватку, допустим, но я, по крайней мере, рискну, а проигрывать шидами, или просто уже, то есть, лучше рискнуть, допустим, попробовать выиграть, то есть, я, ну, приверженность, то есть, ну, и постарался, то есть, если уж идти, то есть, если даже что-то не получается, сватки, либо там, в каком-то поединке, что нужно попробовать, что-то допустим и согласно что храбрость это вот именно вот так можно его писать если ты считаешь что это правильный данный момент то это есть храм и получается как в этом бывает как в игровых вид спорта результат покажет правильно так и храбрый просто но проиграл стоящий но ты рискнул вот я даже сейчас какое-то время немножко этом молодых ребятам тренирует и все равно объяснять мы самую этот храбрый стиле без разными не должно быть безразличие и безразличие допустим бывает на этот человек вышел там точно не получается на свадку да да все он проигрывает и мороженого чем отключился я всегда приверженность того что человек должен попробовать что-то потому что не бывает все там то может человек заболеть может быть еще что-то на им надо выходить то есть на не получается но он должен рискнуть хотя бы один раз за схватку нужно рискнуть и вот здесь вот именно храбрость и на и проявляется можешь ты это сделать или нет просто есть ребята да ну и не ребята просто кто особенно конец титулом уходит допустим и думать блин и уже практически проиграли но тогда зачем выходить я не понимаю даже если ты хочешь таким титулом этим ты попробуешь что-то правило то есть таким образом можно и развить себе вот эти качества храб как храбрость да конечно вежливость уважение других людей вот самое удивительное что вот дружба на первом месте стоит а вежливость на последнем заканчивает вот этот весь кодекс посмотрите вежливость ну как вы думаете вежливость вообще она важно можно ли ее развить или это вообще не нужно никому то нужно вежливость в моем понимании прежде всего потому что мы когда выходим на татаме мы кланяемся кланяемся не только соперник кланяемся и судим то есть либо же как принято допустим когда нам дает замечание судья мы тоже ну за редким исключением делаем поклон потому что мы понимаем ну либо согласны и вот сама по себе вежливость то есть и вот как и мне кажется даже как вот именно на татаме как уважением традиции потому что столько лет сколько допустим существует дзюдо санго допустим столько в родное количество людей которые пришли и тренировались и ну и понимали пытались понять философию дзюдо и динокурт в целом то есть и просто когда смотришь как он когда дедушка там 60 лет не тренируется допустим или показывает там допустим приводит своих детей ребятишек и просто смотришь на это то есть и понимаешь что как они то есть до того возраста доросли и не очень все культурные очень реально вежливые люди ты хочешь на них равняться прежде всего и понимать что я бы сказал это не последние там из качестве тот все качества которые вы перечислили это они просто один один столбик то есть и там кто-то первый кто-то последний такого нету они все важны для настоящего спортсмена настоящего дзюдоиста либо солиста из-за чего потому что это не может быть там ценить два качества да допустим это не быть вежливым там либо там не скромно то есть если ты потихонечку познаешь дзюдо самбо в том в той мере который там допустим на уровне сборной то есть ты пытает и у тебя все совершенствуются и так как в компьютерных игр там потихонечку каждая шкала прибавляется по мере твоего прогресса так и здесь то есть именно жизнь или тренировки том что дедует есть не отлемая часть нашей жизни в 25 лет когда ты тренируешься мне кажется здесь больше время провел чем дом и вот эти все качества они помогаете развиваться потому что чем больше ты здесь достигаешь тем больше у тебя и формируются твои личностные качества как в жизни как и здесь то есть не может быть но татами допустим таким человеком а здесь а за пределами другим ты вы так думаете что человек на татами абсолютно а человеком в зале абсолютно такой же как и на улице только если не учесть соревновательных тактик на соревнованиях и на всем том что даже допустим если у нас соперники именно в зале наши да допустим принципиальные мы можем выйти там зарубиться можем даже там поругаться можем еще чего-то но после этого пойдет я вот со всеми своими друзьями то есть мы бывали там то есть у нас и все происходило и драг сети но потом 10-15 минут проходит мы пожарили руки пришли за дальше смеемся сами над собой а там допустим сидеть но в жизни вот именно большей степени я и я думаю что допустим вот это проявление как ты как человек борется допустим как то пусть вот миша михаил пуляев правильно он очень расчетливый у него все очень силовая сидите допустим он прям все все рассчитывать но а в жизни человек очень порядочная прежде всего работоспособность то есть ни одной тренировки не было чтобы он не опоздал за 20 лет все такого никогда в жизни не видел то есть вот у меня есть масса к себе претензий то есть на знаю мишка то есть когда на меня смотрю то есть она где-то допустим хотя и старшего то есть ну и для меня тоже примеру плане отношения к тренировкам так и в жизни то есть если ты с ним договоришься допустим какое-то время в одну минуту я знаю если опоздаю хоть на одну минуту через одну минуту будет звонок миша ты где так везде то есть допустим я просто вижу тоже относится очень ответственно к любому старт всегда допустим то есть он не мог просто ну где-то там это погулять или еще что-то чисто там когда еще в детстве там сотный скотек ходил а вот время подтягиваться отжимался так вот ну я так считаю что зачастую мои друзья вот именно они как как именно на ковре так и в жизни подводя итог всего вот этого кодекса джудаиста как вы мы могли все вот это сжать и сказать как-то вот одной фразы